Привет! Моему маисовому полузу чуть больше семи месяцев, и большую часть времени она проводит в террариуме. Но в естественной среде обитания маисы ведут не такой статичный образ жизни. Им приходится охотиться, находить надежное укрытие и избегать встречи с естественными хищниками. Поэтому как можно чаще стараюсь выпускать змею из террариума. Даю возможность размяться и потренироваться. Естественных врагов у змеи много, поэтому она должна быть в тонусе, чтобы выживать. Не обладая ядовитыми железами, имея яркую окраску, она по большой стиме сама добыча, несмотря на то, что является хищником. Дома, конечно, нет никаких врагов, но впереди я наметила для нее серьезное испытание. Первая охота. Мышь не жалко, честно вам скажу, но опытные люди говорят, что лучше кормить живым, а не замороженным кормом. Так вот, чтобы суметь поймать и убить мышку, надо потренироваться, а не просто поел, полежал, как на курорте. Кстати говоря, у меня есть вопрос. Когда змея находится в террариуме, она все время проводит во влажной камере. Любимое место. Это нормальное поведение? Или на что-то надо обратить внимание? В остальном, как обычно, все в порядке. Змея ест, идет, гуляет, спит. Растет. Линяет приблизительно один раз в пять недель. В качестве еды получает уже довольно крупную мышь. После последней линьки, судя по выползку, длину змея имеет 65 см. Кожа змея свежая, довольно эластичная. Но я стараюсь ее не вытягивать, чтобы измерения были более точными. По сравнению с выползком от предыдущей линьки, змея прибавила около 10 см в длину. Раньше прирост был меньше. По всей видимости, более быстрый рост дали более крупные мыши, на которых змея перешла буквально месяц назад. Вот, кстати говоря, еще один вопрос, которым я задалась. Это вопрос кормления. Посмотрите на это куриное филе и эту мышь. По стоимости одни одинаковы, но по размеру филе существенно перевешивает. Но опытные люди сказали, что кормить змею мясом из магазина ни в коем случае нельзя. Оно плохого качества, стероиды, химия и так далее. Плюсом к минусам идет отсутствие костей. Ну нельзя так нельзя, подумала я. Но сама я лично выросла именно на таком мясе. И уже змея такая нежна и не может жить, если будет питаться курицей. В общем, используете ли вы что-нибудь для кормления своей змеи, кроме лошей? Очень интересно. Поделитесь опытом. Во время кормления я постоянно дразню и провоцирую змею, имитируя знакомство с живой добычей. Потому что в ближайшем будущем запланирована охота. На этом, пожалуй, все. В следующий раз, скорее всего, будет рассказ про охоту. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok